Первый урок – знакомство с Атоми. Для начала я хочу рассказать, что такое Атоми. Если вы зарегистрировались недавно, может быть, для вас вы узнаете что-нибудь новое. Если вы уже зарегистрировались, может быть, давно и многое знаете. Как говорится, повторение матючения. По порядку, что такое Атоми? Атоми, прежде всего, это корейская компания. И все отсюда вытекающее. Что это значит? В Корее очень высокий рынок конкуренции. В Корее компании новые очень сложно добиться успеха, потому что в Корее пользователь, покупатель очень-очень капризный. Здесь большое изобилие различных товаров, особенно что касается косметики и здоровья. И занять здесь какую-то свою нишу очень-очень сложно. Компания на этом рынке существует 10 лет. И за 10 лет компания заслужила здесь всеобщее признание и народную любовь. То есть если многие корейцы негативно относятся к сетевому маркетингу и по различным причинам, некоторые люди по религиозным причинам, некоторые люди еще по каким-то причинам, не хотят никак регистрироваться в Атоми, но пользуются продукцией Атоми практически все корейцы. Практически у всех в Корее дома есть те или иные продукты Атоми. Далее. Атоми – это интернет-магазин. То есть это тоже нужно понимать. Прежде всего это интернет-магазин, и все покупки вы совершаете только с интернет-магазина. Далее. Атоми – это качественная продукция премиум и люкс-классов. Это тоже нужно хорошо понимать. Это не простая продукция, это не масс-маркет, это не то, что предлагают людям обычно как бы везде в больших количествах. Это именно премиум-продукция. Это продукция очень высокого качества. И с уверенностью можно сказать, что продукции такого качества на рынке стран просто по таким же ценам нет. Далее. Атоми – это сетевой маркетинг. Как я люблю говорить, это идеальный сетевой маркетинг. Почему? Об этом поговорим чуть позже. Также это справедливая система вознаграждений. Все вознаграждения, которые есть в Атоме, я считаю, что они начисляются очень справедливо. Мы тоже об этом поговорим сегодня. Атоми – это представительство в 15 странах. То есть компания открыла… На самом деле, на данный момент официальное представительство открыто в 14 странах. 15 страна – это Казахстан. Вот уже этим летом откроется, поэтому я сюда включил. То есть в 15 странах можно сказать, что Атоми уже открылась. Это 13,5 миллионов партнеров по всему миру. То есть на данный момент уже зарегистрировано больше. То есть каждый день увеличивается, каждую секунду регистрируются люди. Ну, почти каждую секунду. Потому что когда даже подряд людей мы регистрируем, замечаем, как бы быстрее я не регистрировал, пока я регистрирую одного человека, регистрируется еще человек 30-40. И это грандиозные возможности и планы на будущее. Возможность заработка в Атоме, она очень-очень привлекательная. Особенно если разобраться, как все это работает, и какие здесь есть возможности, насколько здесь реальный пассивный заработок, и насколько здесь реально выйти на большие заработки. Когда люди это понимают, они теряют сон. У Атоме также большие планы на будущее. Будет открытие во многих странах. Этим летом в Корее запускается торговая площадка большая, наподобие Алиэкспресса или Амазона. Об этом тоже мы попозже поговорим. Итак, здесь я по порядку расписал примерно, что такое Атоме. Атоме – это бизнес будущего для всех. Я на самом деле считаю, что это бизнес будущего, потому что этот бизнес позволяет заниматься приятной работой, работать с людьми, помогать людям выходить на заработок. При этом все остаются в выгоде. То есть никто ничего не переплачивает. Люди платят за качественную продукцию, получают качественную продукцию, и все довольны, все счастливы. А вы можете работать как бы по своему графику, столько, сколько вы сами считаете нужным, и при этом находиться там, где вы хотите. Будь это дома, в семейном кругу, либо это путешествие в различных странах. То есть неважно, где вы находитесь, вы можете работать тогда, когда вы хотите, столько, сколько вы хотите. Ну, естественно, и результаты будут соответствующие. Далее. Чем обусловлены приемлемые цены в Атоме? Как я сказал, Атоме предлагает продукцию премиум и люкс-классов. То есть это продукция, которая по умолчанию достаточно дорогая на стадии изготовления, стадии разработки, изготовления, дизайна, всего вот этого. Достаточно большие затраты. Как получается так, что у Атоме цены в несколько раз ниже, чем цены у компаний, которые предлагают похожую продукцию по качеству. Похожую я имею в виду именно в категории премиум-класса. Мы не будем говорить сейчас, что лучше или хуже. Мы говорим о приемлемых ценах. Итак, во-первых, Атоме производит продукцию многомиллионными партиями. Ни одна компания, которая занимается производством премиум-продукции, не делает такие большие партии. Почему? Потому что у них высокие цены, у них достаточно дорого все это производить, и потом долго все это они распродают. Потому что, если, допустим, косметический набор стоит 300 долларов, человек не будет его покупать прям часто. Он может один раз себе это позволить, может быть, в жизни, или в 10 лет, в 5 лет, в зависимости от заработка. А если косметический набор стоит 50 долларов, то человек может покупать его, допустим, каждый год. Это вот как работает принцип в Атоме. То есть в Атоме цены ниже, меньше гораздо маржа, но зато люди покупают постоянно. То есть человек, когда начинает пользоваться продукцией Атоми, он уже не может отказаться от этой продукции, потому что продукция очень качественная и цены приемлемые. Итак, мы производим многомиллионные партии. За счет чего? За счет того, что у нас большая сеть потребителей. Мы закупаем сырье из первоисточников. Сразу в больших количествах компания закупает все сырье для производства. Где-то что-то, практически все основные ингредиенты выращиваются в Корее. Это вот для БАДов и для косметики. В Атоме практически нет рекламы. То есть вот такой рекламы, которая есть практически у всех брендов, в Атоме этого нет. То есть Атоме не расходует никакие деньги на приглашенных звезд, на какую-нибудь рекламу на телевидении. Единственное, что в Атоме есть, это видеоролики, которые компания делает, и собственные материалы промо. Причем эти материалы они публикуют только у себя на сайте, и, соответственно, они не платят никому за рекламу. А по производству там не такие большие расходы, чтобы сделать видеоролик. Это гораздо дешевле, чем реклама. В Атоме нет посредников. То есть нет компаний, которые выступают в роли посредников между Атоме и конечным потребителем. Все покупки делаются напрямую у компании, напрямую с официального сайта, без каких-либо наценок. Это тоже очень важно. В Атоме отсутствуют пробники. Почему? Потому что все пробники, которые есть в других компаниях, они учтены в расходах. То есть если бы в Атоме были бы пробники, тогда цены приходилось бы делать выше. Потому что пробники, они на самом деле не бесплатные. Просто стоимость пробников, она распределена между всеми. То есть когда вы покупаете продукцию, в которой есть пробники, вы платите за эти пробники. Пользуетесь вы ими или нет? Но знаете, что вы за них платите. Все подсчитано. Бесплатно не бывает. Так, это я уже сказал, то, что отсутствие посредников и покупки только напрямую у компании, фиксированные цены. То есть цены в Атоме фиксированы. Во многих есть такие понятия, как скидки, различные цены для различных уровней. То есть у тебя какой-то уровень есть, и для тебя определенная скидка есть. То есть ты выходишь на какие-то уровни, скидка увеличивается. В Атоме этого нет. Почему? Потому что, опять-таки, нет этой маржи, откуда можно эту скидку выдавать. То есть цена, она одна, она для всех. Империал ты мастер, либо ты просто потребитель, цена одна. Далее. Эргономичная упаковка. В Атоме очень простые упаковки. Они не пестрят, они не привлекают особо внимания. Они очень такие практичные, экологичные, перерабатываемые. И в Атоме минимализм в дизайне. Если вы посмотрите на продукцию, она вся такая простенькая, достаточно простая. Но мне очень нравится этот простой дизайн. Он мне напоминает чем-то дизайн Apple. То есть он простой, стильный, классный. В Атоме что-то похожее. Может быть, не такой, как бы сказать, дорогой. Может быть, ну хотя вот за дизайн набора Абсолют компания получила премию. Потому что набор очень такой стильный, эргономичный. Этот дизайнчик получил премию. Соответственно, за счет того, что идет эргономичная упаковка и не идут никакие там супер дополнительные траты на дизайн, чтобы привлечь покупателя, за счет этого цены также компания экономит на цене. В общем, если подытожить, то нет никаких дополнительных расходов. Компания производит сразу большие партии продукции, закупает сырье и никому ничего не платит больше. Только производителю. А деньги, которые обычно тратятся на вот эти вот расходы, компания распределяет между своими участниками. Итак, далее. Почему я говорю, что Атоме – это идеальный сетевой маркетинг? В мире существует негативное восприятие сетевого маркетинга. Практически никто из моих знакомых ничего хорошего сетевого маркетинга сказать не может. Я сам достаточно был большим нелюбителем сетевого маркетинга, так сказать. И когда мне говорили что-то о сетевом маркетинге, мне на самом деле не хотелось слушать, что мне хотят сказать, о чем мне хотят рассказать. Потому что негативное восприятие, оно остается. За вот несколько лет репутацию, которую сетевый маркетинг заслужил в мире, она не очень позитивная. Я отвлекся на вопрос, прошу прощения. Как подключить звук? Ну, я просил разобраться в программе предварительно, чтобы вот в процессе не было таких проблем. Я, к сожалению, не смогу объяснить человеку, как подключить звук сейчас. Итак, вернемся к идеальному сетевому маркетингу. Почему у людей негативное восприятие сетевого маркетинга? Потому что практически во всех моделях сетевого маркетинга существует большое количество подводных камней. И цены завышены, как правило. На любую продукцию сетевого маркетинга цена завышена. Потому что люди платят по завышенной цене, чтобы получить возможность заработать. Но зарабатывают далеко не все. Чтобы заработать, нужно привести как можно больше людей, которые, в свою очередь, также должны привести как можно больше людей. И вот этот порочный цикл, он обычно никогда не заканчивается. И в конечном итоге зарабатывают только те, кто как бы приводит много людей, которые что-то теряют. Потому что вот за счет всех этих подводных камней. И если выписать на бумаге или просто составить список всего того, за что не любят сетевой маркетинг, в Атоме этого нет. По порядку. В Атоме бесплатная регистрация. То есть вы не платите за регистрацию, никто не платит за регистрацию. Зарегистрировался, может, любой человек абсолютно бесплатно. В Атоме нет обязательных закупов. То есть нет каких-то закупов, которые вы должны совершать каждый месяц. Совершать какие-то объемы обязательные. Если вы выходите на какой-то статус, вам нет необходимости закупаться, делать какой-то обязательный оборот. В Атоме отсутствуют членские взносы. Также нет никакой абонентской платы. То есть вы можете пользоваться сайтом, всем чем угодно, абсолютно бесплатно. Все, что вам нужно, это зарегистрироваться в компании. Также бесплатно. Нет никаких ежемесячных квот, норм, которые вы должны выполнять. Атоме – это глобальный рынок. То есть это тоже очень важно. Когда компания выходит на рынок страны, вот сейчас Казахстан находится на стадии предрегистрации, и уже сейчас казахстанцы могут свою структуру регистрировать людей из всех 14 стран, в которых компания уже открыта. Это очень круто. То, что вы не ограничены только Казахстаном. Все страны, где есть уже предрегистрация, все страны, где Атоме уже открыто. А предрегистрация сейчас есть во всех странах, не во всех странах, в 13, по-моему, странах СНГ, могу ошибаться в количестве, и в Индии. И в 14 странах уже официально открыто. То есть получается, фактически 28 стран открыты для построения структуры. Это круто, потому что в дальнейшем планы будут развиваться, компания будет открывать представительство в последующих странах. Об этом мы тоже чуть попозже поговорим. В Атоме классный маркетинг-план. Я не стал выбирать слово «классный», потому что на самом деле он мне очень нравится. В нем не так просто разобраться. То есть если вам не понятен маркетинг-план, ничего страшного. То есть это нормально. Я сам маркетинг-план понял не сразу. Мне его рассказывали здесь в Корее на протяжении двух часов при первом знакомстве с Атоми. Я мало что понял, потому что я слушал не очень внимательно. Потом, когда я пересматривал видео несколько раз, каждый раз я что-то новое для себя узнавал. И на протяжении месяца, когда я погружался в теорию в Атоме, каждый раз я что-то новое в маркетинг-плане узнавал. То есть если вы посмотрели видео и мало что поняли, ничего страшного. Это значит, что просто нужно еще раз посмотреть видео. И как бы смотреть до тех пор, пока не станет понятно. Ну и плюс я буду… О маркетинг-плане мы поговорим еще на следующем занятии. Скорее всего. В Атоме сетевой маркетинг, сетевая модель представляет свободу для всех своих партнеров. Для меня это очень важно, потому что… Сейчас не буду опускать другие сетевые модели. Скажу просто вот именно про нашу. То, что здесь вы по большому счету ни от кого не зависите и работаете так, как вы считаете нужным, так, как вы хотите, столько, сколько вы хотите. Никто вам не указ. То есть никто не говорит, что вы должны каждый день регистрировать 10 человек, хотите, не хотите. Никто не говорит, что вы каждый день должны продать по 5 химо-химов. Никто не говорит, что вы должны что-то делать. Здесь вы представлены самим себе. То есть все в ваших руках. Вы работаете так, как вы хотите. Если вы хотите работать, то вы работаете. Не хотите работать, не работаете. Никто никого не заставляет. Также здесь существует фактор взаимной помощи. Мы поддерживаем вот эту модель построения структуры, когда спонсор помогает своему партнерам строить половину структуры. Тут нужно понимать то, что именно помогает строить. Не строит половину структуры, а помогает. Потому что ресурсы у спонсоров бывают разные. Иногда бывает так, что у партнера ресурсов гораздо больше, чем у спонсора. И тогда партнер может 90%, 95% всей структуры строить сам, если это на самом деле лидер, который может это делать. Иногда спонсоры не успевают за своими партнерами, то есть в этом нет ничего страшного. Иногда бывает наоборот. Итак, здесь получается так, что спонсор помогает своим партнерам, всем своим партнерам. Если строить структуру правильно, вот как мы рекомендуем, получается то, что каждый новый человек, который приходит в Атоме, он регистрируется под всеми партнерами вашего спонсора, которых он зарегистрировал. Это очень хорошо, потому что вы постоянно получаете поддержку от своего спонсора. Это очень приятно. Это помогает в работе. Также вам будут помогать не только спонсор, непосредственно который вас зарегистрировал, также вам могут помогать все спонсоры, которые находятся выше вас. Это в их интересах. Не все, конечно, помогают, но они могут помогать. Помимо этого, партнеры помогают своим спонсорам. Ну, это само собой. Здесь нет вот такого принципа дойных коров. То есть те спонсоры, которые рассматривают своих партнеров как дойных коров, людей, из которых они получают заработок, они далеко не уходят. Потому что здесь партнеры именно партнеры. И чем больше партнеры зарабатывают, тем лучше для вас. То есть здесь нужно рассматривать своих партнеров как партнеров в бизнесе, которым вы желаете успеха. То есть вопрос не в том, сколько денег они потратят, а в том, сколько денег они заработают. И чем больше денег они будут зарабатывать, тем больше денег будете зарабатывать вы. Мне очень нравится этот аспект, потому что вот последние несколько месяцев мы с супругой работаем именно на успех наших партнеров. Это очень приятно, осознавая то, что ты прикладываешь все усилия, чтобы твои партнеры выходили на заработок. В Атоме есть только, получается, одно условие, чтобы ваш аккаунт жил. Это в течение одного года сделать любую покупку. То есть это может быть покупка на 1 доллар, на 2 доллара. То есть купить что-нибудь, показать активность. То, что вы не забыли про Атоме, то, что вы работаете, то, что вы не просто так в структуре находитесь, просто совершать покупку. Так, по поводу справедливой системы вознаграждений. Об этом мы еще подробнее поговорим, когда я буду рассказывать маркетинг-план. Сейчас вкратце. Получается, в Корее есть закон, что 35% от оборотов компания может распределять между своими сотрудниками, скажем так. Получается, от этого большого куска 70% распределяется между партнерами в Атоме. И 30% компания оставляет себе. То есть это зарплата сотрудникам, это промоушен-акции, всякие расходы, которые там есть. Я считаю, что это очень справедливо. Здесь система построена так, что чем больше зарабатывают партнеры, тем больше зарабатывает компания. И наоборот. Чем больше заработок у компании, тем больше заработок у партнеров. То есть все взаимосвязано. Там такая математическая формула, если в ней разобраться, то понимаешь, что система построена так, что успех неизбежен. То есть там нельзя как-то, там не может быть случиться такая ситуация, чтобы как бы и партнеры, и компания понесли какие-то убытки. Все построено, все просчитано и все продумано. Далее. Личные баллы не сгорают. То есть это тоже круто, насколько я понял, потому что во многих, или если не во многих, может быть во всех даже, как мне говорили мои партнеры в сетевых моделях других, личные баллы сгорают, если что-то не делать. То есть если не выполняешь какой-то объем работы, не предоставляешь какие-то обороты, возможно, то личные баллы могут сгореть. В атоме личные баллы не сгорают. Единственное, что может с вами случиться, ваш аккаунт могут деактивировать, если вы в течение года не совершали ни одной покупки. То есть система тогда считает просто вас неактивным человеком. То есть ваши личные баллы копятся на протяжении всей жизни вашего аккаунта. Это классно. На маркетинге мы еще поговорим, что личные баллы, они имеют роль, очень важную, очень большую, только в самом начале, когда вы начинаете работать. Когда вы выходите на определенный уровень, вы уже не думаете, не задумываетесь о своих личных баллах. То есть мы вот о своих личных баллах с супругой думали, может быть, первые два месяца только, когда еще, даже еще не начинали работать. Когда начали работать, мы уже о них не задумывались. Итак, достаточно совершать одну покупку в год, я это сказал уже неоднократно, помощь от спонсоров. То есть спонсоры стараются всячески помочь своим партнерам. Здесь также вот такой аспект, то что мы, допустим, совершаем достаточное количество личных покупок, и все вот эти вот баллы мы пробиваем под своих партнеров. Причем пробиваем таким образом под партнера, который находится в самом низу, чтобы эти обороты учитывались для всех. То есть вот это вот такая спонсорская помощь. Когда структура большая, вот такие вот покупки, они помогают, потому что для всей структуры они приносят обороты. Это классно. Помощь от партнеров. Получается, партнеры точно так же могут помогать своим спонсорам, согласовывать свои покупки, чтобы закрывались бинарные шаги, чтобы грамотно считались выплаты. Об этом мы подробнее еще поговорим. Прямо пропорциональность. Что здесь я имею в виду? Здесь все зависит от ваших усилий. То есть чем больше усилий вы прикладываете, тем больше вы можете заработать. То есть на протяжении 16 лет, по-моему, как я работал в различных компаниях, практически нигде вот этого принципа прям пропорциональности не было. Были задачи, которые нужно выполнить, и чаще всего не имело большого значения, как ты их выполнишь, сколько работы ты сделаешь. Ты получаешь свою зарплату какую-то фиксированную, отрабатываешь вот какие-то деньги и все. И редко бывает так, что есть какой-то стимул сделать больше. Обычно такой принцип во многих компаниях СНГ есть то, что инициатива наказуема. Чем больше ты проявляешь инициативу, тем больше потом на тебя взвешивают обязанности, работы, а толку от этого мало. То есть здесь не так. Здесь все зависит от вас. Чем больше вы работаете, тем больше вы зарабатываете. Пассивный доход. Это то, из-за чего многие люди теряют сон, когда они разбираются в маркетинг-плане, и чего здесь можно добиться. Здесь можно реально добиться пассивного дохода. Если у вас получилось построить сеть из любителей продукции Атоми, это достаточно просто. То есть нужно просто, чтобы человек познакомился с продукцией. Если человек попробует достаточное количество продукции, он обязательно в нем влюбится. И этот человек будет покупать продукцию, как бы, всегда. И получается, если у вас получится построить такую сеть, то это пассивный доход. Вы вот привели человека, вы познакомили его с продукцией, все. Дальше вы уже не говорите ему каждый раз, вы не совершаете прямые продажи в компании. Вы рекомендуете продукцию, вы знакомите с компанией, знакомите с продукцией компании. А дальше люди уже самостоятельно совершают покупки без вашего участия. Это классно. Также тут нужно понимать то, что когда вы приглашаете одного человека, вы пригласили не одного человека, вы пригласили одну структуру. Потому что этот человек, если вы ему правильно все объяснили, если он правильно все понял, он наверняка тоже кого-нибудь пригласит. Если он будет любить эту продукцию, наверняка его близкие, родные тоже начнут пробовать и также полюбят эту продукцию. И эта сеть, она будет разрастаться. Сеть любителей атоми, сеть потребителей атоми, она разрастается как вирус успеха. Очень-очень быстро. Первые шаги здесь очень медленные. Вот это тоже нужно понимать. То, что многие люди опускают руки, потому что они прикладывают большое количество усилий и не видят результатов. Это нормально, потому что здесь система построена так, здесь бизнес-модель такая, что первые усилия, они не приносят видимых результатов. Первые регистрации, первые сотни, может быть, даже часов работы, вы не видите особого результата. Но зато, когда ваша машина, ваш локомотив начнет двигаться, его уже не остановить. То есть, допустим, мы с супругой потратили около 300 часов работы, то есть и супруга, и я, мы вместе потратили около 300 часов работы, чтобы заработать свои первые 60 долларов, чтобы закрыть свой первый бинарный шаг в атоме. Для Кореи 60 долларов – это один раз пойти в кафешку, и то на говядину не хватит, свинину можно поесть. Да. Вот. Или один раз ходить в магазин, закупиться продуктов на пару дней. 300 часов и 60 долларов, если именно вот так посчитать, то это очень такая выплата, как бы небольшая, очень-очень маленькая. Минимальная оплата труда в Корее за один час – 10 долларов. А тут получается за 300 часов 60 долларов. Но когда мы получили эту выплату, эту прибыль, мы были очень счастливы, потому что тогда мы убедились уже окончательно, что это работает, и то, что дальше будет легче гораздо. То есть именно вот первая выплата, она самая-самая сложная. Закрыть первый бинарный шаг – это вот самое сложное. Дальше все будет проще. Если у вас получилось закрыть один бинарный шаг, значит, вы на правильном пути, значит, дальше все будет гораздо легче. Окей. Теперь поговорим, почему я называю Атоми бизнесом будущего для всех. В Атоме могут преуспеть, даже не могут преуспеют сетевики. Потому что если у людей был опыт в других сетевых компаниях, неважно какой, добились они там чего-то или не добились, люди, которые имеют представление и понятие о сетевом бизнесе, когда они знакомятся с Атоми, они просто не могут поверить своим глазам, ушам и мыслям. Потому что те условия, которые предлагает компания для своих партнеров, они слишком хороши, чтобы казаться вот правдой. И когда люди убеждаются, что это правда, они прям загораются. Они горят таким ярким пламенем, они прям хотят, они хотят действовать, хотят приглашать людей. Они не могут сидеть на месте. То есть если у вас есть люди, у которых есть опыт в сетевом бизнесе, расскажите им об Атоми. Познакомьте их с моделью здесь. Именно от сетевиков можно сразу приглашать на бизнес, знакомясь с маркетинг-планом. Также Атоми подходит для тех, кто абсолютно равнодушен к сетевому бизнесу. Вот, например, как я. Мы с супругой, мы были абсолютно равнодушны к сетевому бизнесу и никогда вообще не рассматривали вариант, что мы будем участвовать в сетевом бизнесе. Потому что для меня лично приглашать людей, кому что-то продавать, всегда оказалось очень неприятным занятием. Но здесь, в Атоме, мы как бы особо никого так напрямую не приглашаем. Что мы сделали? Так мы просто разобрались, как все это работает. Мы перепробовали большое количество продукции и просто делимся своими впечатлениями. У нас есть знания, у нас есть любовь к продукции, у нас есть понимание, как все это работает. Поэтому люди в основном сами идут к нам. То есть если вы станете экспертом в Атоме, если вы сможете предоставить людям информацию, если вы сможете людям рассказать о продукции, если у вас будет понимание всего, как это работает, люди сами начнут идти к вам. Потому что люди ищут спонсоров знающих, которые смогут наставить, смогут ответить на вопросы. Также тут нужно понимать то, что когда вы приглашаете человека, вы не единственный спонсор этого человека. Также и мы, и все спонсоры, которые стоят над нами, они все спонсоры ваших людей. То есть если вы что-то не можете объяснить, где-то что-то можем помочь сделать это мы. Вот, например, вот такие обучения проводить. Также в Алмате мы семинары будем проводить, в Алмате мы будем работать с командами. То есть здесь люди помогают друг другу. Итак, также Атоме подходит для тех, кому не нравится сетевой бизнес. То есть есть противники сетевого бизнеса, которые просто, когда слышат про сетевой, они сразу включают такую красную лампочку. Нет. Просто до этих людей гораздо сложнее достучаться, потому что они не хотят слышать. Я вот, наверное, даже больше к этим людям относился, чем к тем, кто равнодушен. Но здесь почему, как я оказался во всем этом, это благодаря моей жене. Если бы моя супруга не начала этим заниматься, если бы не стало меня хитрыми женскими способами вовлекать в процесс, просить где-то помощи, если бы я не начал во всем этом разбираться, я бы никогда не заинтересовался. Но самое главное, с чего у нас все началось, это с продукции. Нам дали просто попробовать продукцию. Если бы нам не дали попробовать продукцию, мы бы ни за что бы, я думаю, не зарегистрировались с компанией. Может быть, зарегистрировались, но не начали бы ничего покупать. Только когда нам дали попробовать, и мы убедились, что действительно качество классное, мы залезли на сайт, посмотрели цены, удивились то, что цены, они ниже, чем в самых дешевых магазинах Кореи, и начали постепенно заказывать все сайты и пробовать убеждаться. На протяжении нескольких месяцев мы просто заказывали продукцию для дома, для себя и пробовали. Итак, то есть для тех людей, которые против сетевого бизнеса, к ним нужен правильный подход. Им нужно просто дать попробовать продукцию. А дальше уже дело за малым. Также это бизнес для потребителей и ценителей качества. То есть вам не обязательно быть сетевиком, не обязательно иметь такое стремление зарабатывать. Если просто вы потребитель и ценитель качества, то, я думаю, вы рано или поздно также выйдете на доход. Если вы просто покупаете для себя, рано или поздно все равно один человек заинтересуется. Если вы на самом деле цените качество, покупаете продукцию, не может быть такого, чтобы никто этого не заметил. Кто-то заметит, кто-то поинтересуется. Регистрация бесплатная, также закажет, попробует. И пошло-поехало. Атоми очень походят для профессионалов в различных областях. Здесь люди могут использовать свои любые профессиональные навыки. Будь это айтишники, будь это, ну, неважно, любые профессиональные навыки можно использовать для работы в Атоме. Также подходят для бизнесменов. Бизнесмены, когда разбираются в модели Атоми, тоже видят в этом большую перспективу. Почему? Потому что здесь не нужны никакие вложения. Здесь люди ничего не теряют. Получают просто такие грандиозные инструменты, с помощью которых можно зарабатывать большие деньги легальными путями. И никто у вас эти деньги никогда не заберет. И выйдя на определенный уровень дохода, у вас этот уровень дохода будет держаться. То есть, если вы не вышли на него как бы искусственно, если вы естественным образом вышли на уровень дохода, то у вас этот уровень дохода будет держаться. И это очень классно. При этом вы не вкладываете каких-то денег, чтобы выйти на этот заработок. Единственное, за что вы платите в компании, это за продукцию. Естественно, деньги не берутся из воздуха. То есть, это не финансовая пирамида, это нормальный, реальный бизнес. И деньги берутся из оборотов. Здесь очень все прозрачно, здесь все очень понятно и справедливо. Естественно, чтобы вы зарабатывали, ваша структура должна совершать покупки. Но покупки все совершаются с умом. То есть, здесь люди не покупают ничего того, что им не нужно. Люди не переплачивают за продукцию. Люди платят именно столько, сколько они платят, сколько продукция стоит на самом деле. Без каких-либо добавок цен перепродажников. То есть, как я говорил, нет никаких дополнительных расходов. Соответственно, люди не платят ничего дополнительного за это. Атоми также подходят для людей без опыта работы. Без опыта работы в сетевом бизнесе, без опыта работы в принципе. Если у человека нет опыта работы, но человек способен разговаривать, здесь в Корее делают большое ударение, большой акцент на то, что в Атоме могут работать люди с ограниченными возможностями. Даже если человек не может говорить, не может передвигаться. Если человек обладает какими-то хотя бы физическими качествами, либо разговаривать, либо может быть печатать тексты, работать в интернете, что-то может человек делать, он может работать в Атоме. Также здесь делают большой акцент на то, что в Атоме люди могут работать вне зависимости от своей внешности. В Корее это очень важно. В Корее даже есть такое обязательство. В резюме всегда должна быть фотография. Здесь очень большое внимание уделяют внешности, и практически невозможно добиться каких-то хороших результатов, получить хорошую работу, если ты некрасивый. Как-то так. Здесь в Атоме могут работать абсолютно все. Атоме – это для всех. Итак, про глобальность поговорим. Здесь у нас карта мира. В 2009 году компания открылась в Корее. То есть компания стартовала в Корее, тогда было всего два продукта у компании. Это Himohim, Шестиступенька. О продукции, я думаю, мы попозже поговорим еще. В 2010 году открылось первое представительство США. И сразу следом в 2011 в Канаде и в Японии. То есть это вот четыре страны, которые так тесно друг с другом связаны. В 2014 году открылся Тайвань. В 2015 году открылось три страны. Камбоджа, Филиппины, Малайзия. Потом в 2017 году открылся Таиланд. И в 2018 году у нас здесь Индонезия, Малайзия, Австралия и Россия. Россия была на стадии предрегистрации больше двух лет. И никто не знал, ни у кого не было уверенности, что Россия откроется когда-нибудь вообще или нет. Есть предрегистрация и все. Нет никакой официальной информации. Но люди закупали продукцию просто для себя, потому что продукция качественная. Люди строили сеть, потому что это бесплатно. И сейчас эти люди зарабатывают большие деньги. Потому что когда многие сомневались и не верили, они просто пользовались продукцией для себя, строили сеть, развивались, они действовали. То есть это то, чем сейчас занимается Казахстан. Но у Казахстана гораздо лучшее условие, чем для России. Потому что, во-первых, 100% уже известно, что Казахстан откроется. И откроется он этим летом. Может быть не 100%, но 99%, что он откроется летом. Практически 100%. Также для Казахстана уже поставлена база. То есть есть база в России. И нет никаких проблем с логистикой. Может быть какие-то проблемы есть, но все они решаемы. То есть большинство вопросов на законодательном и на уровне логистики уже решены. То есть в 2019 году открывается Казахстан. Как только откроется Казахстан, все казахстанцы смогут получать деньги. Могут получать выплаты. И планы у компаний, на данный момент еще Индия и страны СНГ находятся на стадии предрегистрации. То есть вот Индия. Можно регистрировать индийцев. Они также могут строить свою сеть. И планируется в ближайшее время открытие Китая, Гонконга и Евросоюза, Европы. Первые страны, которые в Европе планируют открыть, это Турция и Великобритания. Почему именно эти страны? Потому что с этих стран был больше интерес компании. Как-то так. То есть здесь если посмотреть, куда развиваться, есть еще куда. То есть вся Европа, Африка, Южная Америка, Азия еще далеко не вся занята. Один Китай и Индия чего стоят. В Китае и Индии это почти полпланеты. То есть Казахстан находится сейчас в очень хороших условиях. Потому что от Казахстана можно развиваться во все страны. Это классно. На этом слайдике я покажу немного наглядно рост компании. В 2009 году, когда компания стартовала, в компании было всего лишь за год 58 тысяч человек подписано. И обороты составляли совсем немного. Так, это если у нас миллиард долларов, это получается 25 миллионов долларов. То есть не так много. И вот как компания росла. В 2010 году, 2011, 2012 постепенно, постепенно компания росла. Росли обороты, росли участники. На последние годы у меня нет данных по оборотам. Но на начало 2018 года было около 5 миллионов участников компании. И за год стало более 13 миллионов. На данный момент уже более 13,5 миллионов участников. То есть за последний год большой такой скачок был в регистрациях. Потому что открылись страны СНГ. И со стран СНГ люди начали регистрироваться. Ну и в целом во всем мире растут регистрации постоянно. То есть компания растет. И во всех странах, я смотрел тоже статистику, во всех странах, где компания есть, стабильный рост компании идет от 30 до 50 процентов по оборотам в зависимости от прошедшего года. Вот если построить тоже график по годам от открытия до текущего года идет вот такой рост компании. Компания также всякие премии получает разнообразные и заслуживает народную симпатию, любовь, признание. Сколько мы отправляем посылки в Казахстан, мы еще ни от одного человека не получили негативный отзыв. Все очень довольны продукцией. Так, по поводу всего того, что я сказал. Я достаточно много говорил. Есть какие-нибудь вопросы? Я могу сейчас поотвечать на вопросы, если они есть. Так, вопросов нет. Окей. Ну, тогда перейдем к блоку «Как добиться успеха». Он не такой большой. Вкратце, как бы свое видение, я расскажу, как добиться успеха. Я считаю, что для того, чтобы добиться успеха, прежде всего, нужно желание. Нужно именно желать этот успех. Нужно иметь желание быть независимым, желание выйти на заработок, желание работать, не оправдывать себя, не ставить себе рамки. Работать практически все время. Потому что, если будете уделять только... Можно уделять часть, конечно, не все время работать. Все зависит от вашего желания, от ваших возможностей. Атоми подходят как бы и для людей, у которых есть основной вид занятости, есть основная работа. И заниматься можно там только в свободное время, например. Да, без проблем. Но, как правило, просто тогда для успеха понадобится гораздо больше времени. Здесь, скорее, я три года потратил на то, чтобы выйти на заработок, чтобы обеспечить свою семью. На различных работах. Занимался медицинским туризмом, преподавал русский язык, делал там все, что мог. Сайты разрабатывал. И было очень сложно, потому что за три года я вышел на тот уровень, когда можно зарабатывать там около трех тысяч долларов. Но при этом я работал с утра до ночи и практически не бывал дома. Не видел семью, не видел ребенка. Почему я так загорелся в Атоме? Потому что... Почему вот я бросил все то, что я как бы нарабатывал три года в Корее и вот взялся целиком, полностью за Атоме? Потому что здесь я зарабатываю те же деньги. И самое главное, я провожу время с семьей, я вижу, как растет моя дочь, я все время с женой, с ребенком. Мы работаем вместе, это очень приятно. Мы работаем с людьми, мы работаем с удивительными, классными людьми. Нам очень повезло с командой. Мы прям очень любим своих партнеров. Они все классные. Помимо этого, здесь нет такого потолка. То есть если вот три тысячи долларов до этого, это был как бы мой практически потолок, причем я работаю с утра до ночи, как бы физически очень сильно уставал и получал только вот... Это был как бы, ну может быть, до четырех тысяч он мог дорасти. Здесь в Атоме нет этого потолка. Вот на этот доход в три тысячи я вышел... Мы вышли здесь с супругой вместе. Мы тут вместе работаем, правда. Если до этого я работал один, сейчас мы работаем вместе. Но на этот уровень мы вышли не за три года, а за три месяца. И мы понимаем, что этот доход будет расти постоянно. Стоит оговориться, что три месяца именно активная работа, когда мы стали работать с утра до ночи. Потому что первые два месяца мы не работали. Мы просто пробовали продукцию. А как начали работать, именно через три месяца вышли на этот же доход. А работа гораздо приятнее. Ну, опять же, повторюсь, нет этого потолка. Потолок здесь есть, но потолок заработка в компании – это 80 тысяч долларов в месяц. Потолок достаточно такой приятный. Ну и второе, я думаю, что нужно – это вера. Это верить в успех. Чаще всего у кого опускаются руки, это если не хватает веры, то что все это будет работать. Но чтобы была вера, нужно, чтобы было желание, нужно просто разобраться, как все это работает. И тогда, я думаю, проблемы в вере никакой не будет. Итак, как добиться успеха? У меня часто спрашивают, вот, Володя, хорошо, мы зарегистрировались, что нам теперь делать? Расскажи, научи. Здесь нет каких-то таких стопроцентных инструкций, потому что в каждом случае люди могут работать по-разному, и в каждом случае есть какая-то индивидуальность. Но обычно есть закономерность. Как бы есть необходимые такие вещи, которые я рекомендую всем. То есть первое – это обучаться. Обучаться – это очень важно. Обучаться, смотреть видео. Меня вот немного… Я все никак не выключу, чтобы люди не рисовали. Так, получается, когда мы заинтересовались этим, первое время мы поглощали информацию из интернета. Мы столкнулись с таким нюансом, что в интернете очень много конфликтной, не конфликтной, а недостоверной информации. Потому что одни источники говорят одно, другое, другие – другое. После этого мы перестали смотреть любительские презентации, любительские видео. То есть видео людей, которые, возможно, даже еще не вышли на заработок, у которых очень такое поверхностное понимание, как все это работает, и которые дают недостоверную информацию. После этого мы стали смотреть только официальные источники, видео от лидеров Атоми, кто вышел на определенные уровни. В основном эти видео были на английском языке, потому что к тому времени на русском языке в России никто еще тогда особо на такие большие заработки не вышел. А если вышли, то они видео пока еще такие не снимали. Мы смотрели различные записи с Академии успеха. То есть если у кого-то есть знания английского языка, то это супер. Есть много видео, советую посмотреть. Помимо этого, нужно разбираться в маркетинг-плане. То есть именно по этой причине, что в сети мы не нашли такого большого, достаточного объема обучающего контента, видео контента на русском языке, мы стали делать его сами. То есть на нашем канале есть несколько видео, то есть рекомендую к просмотру, а потом я скину ссылки всем на эти видео. То есть самое важное, нужно обучаться. Процесс обучения, он будет длиться достаточно длительное время. То есть здесь нет такого, что вы пообучаетесь там неделю, месяц и все, вы все знаете. Нет, вы будете обучаться достаточно долго. Мы, допустим, даже сейчас узнаем какие-то новые нюансы до сих пор. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но все равно какие-то новые нюансы узнаем. Поэтому обучаться вы будете всегда. По крайней мере, думаю, первые несколько лет, на мой взгляд. Но самое плотное обучение, естественно, это в первое время, потому что очень много новых терминов, много новых понятий, в них нужно разобраться. А в дальнейшем просто вы будете новые нюансы для себя находить в тех или иных ситуациях. Второе, что нужно, это полюбить продукцию. Я считаю, что очень сложно добиться успеха ватами, если вы не любите продукцию. Но полюбить продукцию очень легко. Если вы попробуете продукцию, если вы начнете пробовать продукцию, то мы вот считаем, что практически невозможно не полюбить эту продукцию. Потому что продукция очень качественная, очень приятная, вкусная, классная. Третье – это разобраться в маркетинг-плане. То есть в процессе обучения, естественно, вы столкнетесь с маркетинг-планом, и нужно в нем именно разобраться. Не иметь такого поверхностного понимания. Я считаю, чтобы добиться успеха, нужно именно хорошо понимать маркетинг-план, чтобы вы могли этот маркетинг-план объяснить другим людям. Но если… Как бы не все это могут сделать. Не все могут разобраться в маркетинг-плане. В принципе, в этом случае это как бы не супер страшно. Тогда просто вам нужен человек, который будет разбираться в этом маркетинг-плане. То есть команда. Если вы сами не можете своим партнерам донести, объяснить маркетинг-план, в вашей команде должен быть человек, который может это сделать за вас, для вас. Четвертая стадия, я считаю, что она тоже одна из необходимых – это потерять сон. Как бы практически все активные лидеры из нашей команды, они прошли через эту стадию, либо до сих пор находятся в этой стадии. Тогда ты понимаешь, какой инструмент у тебя в руках, какие у тебя есть возможности, чего ты можешь добиться, приложив определенные усилия, где ты можешь быть через год, через два года, не спиться. Даже сейчас бывает, даже не бывает, практически каждый день я сплю и вижу атоми, я сплю и вижу обучение команды, я сплю и вижу, как я провожу семинар. То есть практически все сны у меня снятся именно о работе в атоме. Потому что как бы с утра до ночи большинство мыслей забиты именно этим. То есть потерять сон. Я считаю, если вы потеряли сон, и вы думаете все время об успехе в атоме, вы на верном пути. Следующий шаг – это искать лидеров в свою команду. Это тоже очень важно, потому что все-таки здесь идет командная работа. Здесь очень сложно добиться успеха в одиночку. Даже если вам спонсор будет оказывать там неимоверную поддержку, вам все равно нужно самим работать. Если вы будете выполнять как бы свою работу только самостоятельно, без помощи своих партнеров, очень сложно, как бы возможно, но это будет гораздо медленнее. Найти лидеров в свою команду, лидеров, с которыми вы будете работать, это очень важный шаг. Следующее – это рекомендовать. Если, получается, вы обучились, если вы разобрались в маркетинг-плане, полюбили продукцию, то рекомендовать несложно. Все люди любят рекомендовать. Сейчас. Подождите. Я почищу злоумышленников. Итак, рекомендовать – это приятно. Люди на самом деле любят советовать, рекомендовать, а когда вы уверены в чем-то, когда вам что-то действительно нравится, очень приятно кому-то это порекомендовать. Именно так мы в Атоме и работаем. Мы просто рекомендуем. И следующий шаг – это обучать. Обучать – это тоже очень важно. Когда вы обучились, когда вы разобрались, необходимо эти знания передавать. Если вы способны обучать свою команду, я повторюсь, то люди сами будут идти к вам. Если у вас есть знания, если у вас есть представление и понимание, то люди будут верить вас, люди будут идти к вам в команду. Следующий шаг – это помогать своей команде. То есть недостаточно людей зарегистрировать и все, и оставить их на произвол. Все время нужно поддерживать связь со своей командой, со своими партнерами. Нужно стараться обучать свою команду. Не жалеть сил, времени. И результаты как бы не заставят себя ждать. Они себя проявят. Так. По заказам. Я уже почти заканчиваю все, что я хотел на сегодня сказать. Я думаю, еще минут 10-15. По заказам. Вкратце расскажу, как делать заказы. Заказы – это очень важно, потому что с продукции… Здесь все начинается с продукции. Ничего бы в Атоме не работало, если не было бы такой суперпродукции. То есть все это работает не только потому, что у компании есть видение, представление, идеалы, цели, справедливость, маркетинг-план, бизнес-модель. Все это работает именно потому, что изначально идет продукция. Есть качественная продукция, а дальше уже все строится на этом. То есть заказы – это очень важный этап для достижения успеха в Атоме. Заказы вы сейчас можете делать из России. Я эту информацию потом тоже еще отправлю, чтобы вы могли ознакомиться с ней поподробнее. То есть заказы с российского сайта казахстанцы могут делать сейчас. Оплачивать можно любой карточкой, на которой открыты ограничения, то есть сняты ограничения на интернет-платежи. Мы в основном работаем с центром «Авангард». Вы можете выбрать любой другой центр, который отправляет в Казахстан. Получается, сейчас открыт российский сайт, в Казахстане представительства еще нет. И российский сайт делает доставку только по России. Когда вы совершаете какую-то покупку, вы не можете указать свой адрес в Казахстане. Вы можете указать либо адрес в России, либо, как правило, просто все отправляют на тот образовательный центр «Атоми» в России, который осуществляет доставку в Казахстан. То есть я как бы рекомендую работать с центром «Авангард». С ним очень приятно работать, и с ним меньше всего проблем было. Также есть другие центры, возможно, которые… Есть центры, которые именно близко к каким-то определенным городам. Допустим, Куральску или как Актобея слышал, там вообще как-то через такси отправляют. То есть здесь нужно узнавать. Есть центры там в Новосибирске, которые тоже рядом с границей, там в ближайшие города тоже как-то отправляют достаточно быстро и дешево. А «Авангард» он отправляет транспортной компанией как бы по всему Казахстану. Получается, когда вы оплачиваете заказ на российском сайте, в течение где-то 9-12 дней ваш заказ едет в центр. И там дальше у вас есть возможность сгруппироваться самостоятельно с другими заказами партнеров из вашего города. Желательно делать это самостоятельно. То есть чем больше у вас получится собрать людей из вашего города, тем проще будет лидеру центра как бы сконсолидировать вашу посылку. И чем больше людей будет в одной посылке, тем дешевле выйдет доставка за эту посылку. То есть это тоже для вас выгодно. Получается, отправка из центра «Авангард» Казахстан стоит примерно около 1000 рублей за одно место до 20 килограмм. Доставка занимает около недели. То есть здесь бывают как бы различия небольшие в зависимости от количества коробок, от объема, от веса, от вашего города. Но в среднем примерно такая такса. И по прибытию в ваш город вы можете забрать свой заказ либо со склада компании, либо можете заказать доставку на дом. Но доставка на дом, она идет не дешевая. Там, по-моему, 3000 тенге где-то, если не ошибаюсь. В зависимости тоже от города. То есть это вот как делать заказы из России. Подробнее я вот эту информацию еще отправлю всем. Как делать заказы из Кореи? У нас есть прайс. То есть у нас есть каталог, у нас есть прайс. В прайсе указаны цены с учетом доставки. Как бы в прайсе нет никакой наценки. Там единственное учитывается 1% конвертации, которую с нас снимают. Считается по курсу конвертации Каспи-банка тенге в доллары. Потому что когда мы здесь обналичиваем деньги, идет двойная конвертация. Сначала идет в доллары, а потом идет в воны. То есть вы выбираете товары по прайсу, отправляете нам заказ в формате ваш ID, ваше имя, ваш город, список товаров с артикулами, которые вы хотите заказать, как бы наименование этих товаров и количество. Мы получаем ваш заказ, считаем, подтверждаем стоимость и вы оплачиваете свой заказ. Переводите деньги на Каспи-банк или Каском. После оплаты мы пробиваем ваш заказ под ваш ID, вы получаете свои баллы. В течение нескольких дней баллы у вас оседают в вашем кабинете. И в течение 2-4 дней мы получаем ваш заказ здесь в Корее, консолидируем посылку. Это может занять от 2 до 10 дней, в зависимости от вашего города. И отправляем. Отправляем через ЕМС. Доставка в среднем идет от 5 до 10 дней. Бывает быстрее, но редко. Бывает дольше. Тоже очень редко. В среднем вот так. То есть после оплаты заказа в среднем от 2 до 3 недель уходит. На то, чтобы вы получили свой заказ. Если вам очень повезет, может быть, это будет 10 дней. На среднем где-то 2-3 недели. Так, все. Всем спасибо за внимание. Всем до свидания. Всем спокойной ночи. Буду ждать ваши ответы на анкеты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok